Ну что, снова здравствуйте, снова влог, и начинаем мы вот так вот влог, ой, вот с такой вот домашки. Я уже приоделась, малого сейчас буду одевать, сейчас чуть-чуть поднакрашусь, решила я на ночь глядя пойти в торговый центр. Сегодня же эти дни, типа кто не успел на черную пятницу, поэтому я хочу эти дни, поэтому я хочу пойти в торговый центр. Возьму с собой малого, в первый раз мы, наверное, вдвоем выйдем с ним вообще, или может мы уже гуляли, я не помню. Ну, короче, обычно кто-то со мной рядом, вот, сейчас полпятого вечера. В общем, мы быстро собираемся, я подкрашиваюсь, и походим, погуляем, возьму вас с собой. Вот я и в машинке, накрасилась, хотела, знаете, накраситься так, думаю, ой, накрашу губы и брови только. А потом думаю, ой, надо еще здесь подмазать, тут подмазать, в итоге накрасилась полностью. Ну, так, легкий макияж. В общем, мы в машине уже, сначала все положила в машину, потом малого, потом быстро побежала, оделась. Ну, слава богу, машина рядом находится, так что за всем контролирую, было бы неудобно, конечно, если бы были, была бы машина далеко. Вот, что-то хотела сказать. А, кто говорил, с матовой помадой хочет увидеть, как я делаю губы, вот, видите, я их сделала, ну, при свете потом увидите. Я всегда обвожу так вот, да, своим хайлайтером, которым я вам говорила. И сейчас у меня губная помада матовая от Диваж я покупала, розовенькая такая. Ну, вот, увидите, как смотрится матовая. В общем, все, мы поехали. Все, поехали. Сегодня я буду вся в красоте. Малой не спит, проснулся. Обычно спит, уснется, закачается. Короче, первое, что я хотела зайти, это в Sunlight. Вот, я что-то у них на сайте увидела, какие-то сережки интересные. Сейчас посмотрю, есть... А, они вообще закрылись, что ли? Ой-ой-ой. Что-то их не вижу здесь. Ладно, короче, пошла гулять. Буду вас держать в курсе, что к чему. Увижу, что прикольное, покажу. А, это прикольно на самом деле. Делимся с вами всем, что я увижу. Когда увидела, я это красота сказала. Ну, потрогай. Сколько он тут, чебанек? Ой, нет, она такая... Вот, высоко. Надо зачтиматься. Вот только что зашла в Pandora год. И узнала, сколько стоит самый дешевый браслет, который у них собрать. Самый дешевый браслетик 2500 с карабином, еще смотря какого размера на руку. И помещается на него 18-20 шармов. Один шарм у них от 1650 рублей. Вот, считайте, 35 тысяч где-то. Ну, а я пошла в Sunlight. Ухренеть, мне так нравится вот это вот. Вот это. 10% скидка на то, где нет у нас красного кружочка. Блин, мне сейчас все закончится. Любимый мой скажет, стекла. Он любит стекла. Ну, такие бриллионы, представляете, сколько бриллионов кто? Да я не знаю, нам надо разбогатеть как следует. Сначала. Это просто что-то нереальное. Смаровский стеллаж. Блин, зачем бриллианты, когда такая красота? Глаза разбегались жутко. Ну, короче, я купила себе сережечки. Уважаемые посетители, место встречи, потерявших друг друга. Находится в угле стола информации. Сваровские сережки? Сваров на входе не имеется. Договорила. Сережки такие сваровские. Короче, 10% скидка на них похожа была. Да. Да? Да. И купила вот такое для серебра чистящее средство. Наносишь, короче, на серебро, 5 минут держишь, смываешь проточной водой. А то я снимала как-то вам, как я чищу серебро. Вообще, это очень долго и геморренно. Проще так. Ну, пойду погуляю дальше. Не знаю, может, вернусь еще что-нибудь возьму. Я сама себя останавливала. Сережечки не хватит. Вот я одела эти сережечки. Кстати, хотела показать вам, как я одета. Я не могу этот костюм Фила просто затаскивать. Сейчас покажу. Вот. Как всегда, это мы вообще боевой, боевой костюм. Все, мы пошли дальше. Девочки, увидела, короче, прилавок, где продают эти бобы. Помните, вот такой вот? Раньше модно было. Я так искала, думала, у нас нигде не было. Пыталась заказывать, в общем, там где-то далеко. Короче, я набрала этих бобов. Скоро будет видео. Будем пробовать с вами всякие разные отвратительные запахи. Ну, наугад. Надо кого-то только взять. Я не знаю, подружку, Кристинку или Ленку. Или кого, я не знаю, или брат, или маму. Кого-то возьму. Короче, сейчас покажу, что тут есть у них. Цены, конечно, дороговатые. Ну, вот, я взяла, короче, бобы, вот такие, какие-то такие. Здесь, короче, столько приколов. Я взяла всякие вкусняшки. Ну, вот, знаете, что? Сейчас. Юпи! Я тоже взяла. Мы будем в своем месте пробовать. Из зука взяла. А еще что я хотела взять? Короче, еще тут много чего взяла. Не буду все говорить, что я взяла. Посмотрите, какие классные шоколадки. Блин, кто-нибудь пробовал вот такие? У меня шоколад вообще нельзя. Вы представляете, как я завидую вообще людям? Посмотрите, какая красота. Пусть немножко течет что-то. Мамочки, я все это хочу. А вот это? А! Палочки. Красота. Кто-нибудь пробовал, кстати, самую кислую конфету? Токсик. Я не стала ее брать. Ладно, идемте дальше. Зашла в Диваж. У них скидки на туши, на помады-блески. Купила себе, кстати, классный блеск. Я вам все покажу это в покупках. Сегодня мы гуляем, да? В общем, вон, Диваж. Только вышла. Диваж. Сейчас пойдем дальше. Что-нибудь медленно шагаем. Медленными шагами. Медленными шагами. Куда вообще зайти? Ой, Дива. Один равно два. Пойду загляну. В общем, один равно два. Это у них только на бижутерию. А цены на бижутерию такие, как в Сваровске, можно купить в Сенлайте. Поэтому. Нью-Йоркер. Люблю магазин Нью-Йоркер. Вот, кстати, кто-то спрашивал, где я люблю одеваться. Я обожаю все вот эти вот дешевые магазины. Я считаю, что это дешевые магазины, как там Нью-Йоркер, Бершка, вот, Киропластина. Чуть-чуть подороже. Но я тоже ее любила раньше. Что-то там в последнее время не нахожусь я ничего. Лаб Репаблик тоже у них бывает дешевая одежда. Особенно скидки когда. Потом H&M. Причем они как-то в тренде все время. Интересные модельки у них бывают. И мне очень нравятся. Ну, Благо Репаблик. Ой, раньше, когда я жила в Москве, конечно, тусила. Но это было все мне нужно. Ой, кстати, тут еще интересный магазин один. Был. Где он у нас? Там, короче, все для рукоделия. Его начали продавать. Раньше не было. Ну, короче, все-все-все там. Блин, это короче. Простите меня, я стараюсь вырезать. Это короче. Но привычки сильнее. Это, знаете, как люди курят. Им очень сложно. Очень сложно избавиться от привычек. Так и я. Икею прохожу. Вот, Леонардо. Хобби гипермаркет. Пойдем зайдем. Может, что я для Дейбая найду интересного. Пойдем. Будут магазинчики. Погляди, может, что-то будет интересненькое тут. Я еще сюда не заходила. Посмотрю цены. Всякие штуки. Поглядем. Вот, нашла в Леонардо вот такие вот баночки. Ничего вам не напоминает? Фикс прайс. 170 рублей. Площадь. Вот такая вот. 500. Ой, 594. Да. Я поняла, что в этом Леонардо можно найти все просто. Здесь от рукоделия вот такие всякие вышивки. До рисования. Стразы. Можно делать бижутерию, кто решил заняться своим каким-то бизнесом вообще. В общем, здесь куча всего. Но я такая рукодельница. Честно говоря, у меня случайно эти деваи вообще получаются для вас. Поэтому... 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 Это все рукоделия, рукоделия, карандаши, канцелярия. Мелкие краски. Вон, целые стеллажи красок. Что, я, похоже, в этом магазине была когда-то давно. Но не в Ростове. Это я была в Москве. Ой, какие штуки красивые. Ну-ка, ну-ка. Камушки всякие. Это же можно использовать для чего-нибудь. Я вспомнила, что я хотела для Диевая одного. Сейчас спрошу. Если есть... А, я сделаю. А скажите, пожалуйста, нашла. Не такие, которые хотела, но поменьше. Но, в общем, никогда не догадайтесь, что я из них хочу сделать. Так что скоро будет видео. Смотрите. У кого какие идеи, что можно из этого сделать? Из этой красоты. Пишите в комменты. Ну, вот наши с вами любимые спотчи. Тут, конечно, выбор огромный. Ну, и цена. Вот так-то. А коробочки, смотрите, какие тут красивые. Да? Ну, большой размер. Вот, рука моя растягивает. Ну, и цены сразу смотрят. Ну, железненькие. Это обычные. Железные, что я туда. То, что я еще покупала для чая. Похоже, да? И наборы конфет шоколадные тоже, да? Вот, как вы. А вот еще я слышала, что благовония в Пикси появились. А здесь, смотрите, 26 рублей. Кто, у кого появились благовония в Пикси? Сколько у вас стоило? Ну, вот здесь от 36, да. И старше. 77. 77 самое большое. То же самое. Потому что как же минус 10 процентов? Какая прекрасная сачка. Вообще. Розовая. Жалко, что это мне сейчас не в тему, конечно. А вот эти очки, да. Можно было бы глянуть. Чуть-чуть, не моя расцветка, правда. Иконика магазин. А еще вид вот такого. Вот мне вообще всегда, наверное, на это праздник. Так люблю. Такую обувь. Это так красиво, правда? А-а-а, я не могу. Еще. Ну, вот я, пожалуйста, у них уже еночка стоит. Вот не поверите, хожу, короче, а есть. Не, спасибо. Есть вообще вот, ну, не хочется. Я просто знаю, что нужно, и все. Малой не спит почему-то обычно, спит. Растет, наверное, да? Меньше спит. Лежит в коляске. Пуп-пуп. Вот она меня посмотрит, поулыбается мне. Это по сторонам. Ну, сейчас, думаю, зайти в комнату матери-ребенка, все равно его покормить. Ой, самой все свои дела поделать перед Ашаном. Хотя я прошла только половину в меге. Но надо зайти в Ашан, то, что купить там по мелочи. Пойду посмотрю, может, он свободен в комнате матери-ребенка. Удобная такая комнатка. Представляете, не везде есть, кстати, кто в Ростове-на-Дону живет. В Золотом Вавилоне нету. В Горизонте... А, нет, в Горизонте есть. Вот в Горизонте есть, что реально можно погулять по этому торговому центру. И в нашей Меге есть. А еще в каком-то я была, в Рио, что ли? Нету. Кстати, хотела сказать, что вообще я так прошлась по многим торговым центрам. И самые лучшие торговые центры это Мега-Оксай. Это Горизонт. Реально сделали добросовестно все, подумав о людях, о детях. И вообще большой выбор магазинов всего. И Золотой Вавилон на Западном. Если вы еще видели какие-то крутые торговые центры в Ростове у нас, может, я какие-то не знаю, может, на Северном там что-то я не забредала далеко так. Не забредала. Не заходила. Ой, все, подхожу к комнате. Мне больше всего нравится комната матери и ребенка. Это в Ашане, рядом с Ашаном. Здесь, смотрите, такой диванчик, да, где можно сесть, покормить. Вот такая пеленальная штучка. Одноразовые пеленочки. Ну, бумажные, правда, но все равно. Кран. Теплая вода здесь идет, кстати, когда-то я мыла давно. Когда еще не знала, куча нюансов. В общем, сушилка, салфетки и очень удобно ходить вот в туалет. Туалет! Вот немножко сейчас грязновато, вообще здесь как бы чисто. Туалет. Я же не могу в обычный ходить, с кем я ребенка оставлю. Ладно, все, буду кормить. А то мне вот на себя пофиг, да, что не ел. А ребенке надо подумать, он должен быть не голодный. Ну вот и все. Погормили, переодели. Теперь Вашан. Быстро зайду, там чуть продуктов куплю. И хочу одну там пластиковую комодик взять. Как раз мне над кроватью нужно, чтобы весь хлам свой скидывать. А то у меня стулья, стулья вокруг кровати. Вообще не то. Так, Вашан быстро, а то сюда как зайдешь, на 3 часа. А гляньте, что Вашаня пришла? Подарки и конфет. Посмотрите, как просто. Берешь, конфетку, подставай, чуть-чуть, специальную штуку. И вот такой букет получается. Все подробно расписано. Стоит всего 69 рублей. Кстати, кому интересно, смотрю. Розы складываются. Просто я этим не занимаюсь, поэтому мне точно лепить конфеты некогда будет. Очень красиво. Кому надо, бегите, бегите. И вообще в Вашане очень много вот этих вот всяких штук для Нового года. Короче, там борода. Опять это, короче, господи. Я представляю, как вам тошнит от этого слова. Потому что мне уже самой тошнит. Реально пару замечаний сделали. Я прекрасно понимаю, что вам противно это слушать. Я постараюсь контролировать. Но еще и вырезаю, вырезаю. Просто иногда я так, знаете, говорю это все со словами. И очень сложно вырезать. Какая-то белиберда получается, если вырезаю свое любимое слово. Но оно не любимое. Слово-паразит. В общем. Может, в общем буду говорить? В общем, Вам больше нравится слово? Много начинаю тормозить, когда я начинаю думать о слове короче. В общем, много этих. Ну, Вы поняли. Вот они, комодики. А что закрыт стеллаж? Черт возьми. И долго он будет закрыт? Я вот об этих комодиках говорю. А сколько Вы будете закрыты? Ага, подожду. Подождем. Ну, пока можем на туалетную бумагу посмотреть. Вот она. И вот она розовая. У меня туалетная бумага вроде есть дома. Вам уже надоело мое лицо, наверное, видеть? Я все время снимаю, оп, свое лицо. Или мне надоело уже его видеть? А это... Не, мое лицо мне никогда не надоест. Хотела сказать, что комодики я не взяла, потому что там только желтый и голубой. Я хочу белый. Придется в пластиковую посуду идти. В отдел пластиковый посуд. И там смотреть. Ладно, все, куплю. Кефира, хлеба, отрубного, с отрубьями. И все. Сейчас я зайду с вами в Ривгош. Подойду к этому карандашу и спрашиваю, что это за марка Ева. У них только делают или нет? Время сураная? Сейчас. Спросим. Цветы. Блин, так красиво в Ривгош. Мне очень нравится. Все время они все со вкусом делают. Сейчас. Мы знаем с вами. Ева. И вижу кое-что из нее. Ева, 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 Ева. Нет, это для ногтей, дождей. Ева. Вот, нашла эти карандаши. По 220 рублей они. А с картой 209. Крутые карандашики. Надо узнать про марку про это. Еще я нашла интересные карандашики. Три в одном здесь. Ну, на мой взгляд, они не такие яркие, как тут карандаши. Так что я беру его еще раз. На цене, кстати, в Ривгоше я не туда посмотрела. Хайлайтер, который я купила. Он стоит 260 рублей. С картой. Так, он 300 там, по-моему, стоит. С копейкой. В общем, не помню. А то, что я вам сказала цену, это на хайлайтер, который 3 в 1. Но он не так сильно блестит. Вот. В общем, узнала для тех, у кого нет Ривгош. У них есть интернет-магазин. И да, Ева, это их марка. Они ее производят. А питерская в Питере, как я поняла. И больше нигде нельзя купить. Только в Ривгош или в интернет-магазине. Вот. Если есть доставка, конечно. Ну, наверное, надо посмотреть. В общем, гляньте, поглядите в интернет-магазине. В общем, мы прошли половину только, да? Ну да. Ну да. Наверное, поедем домой. Уже 8 часов. Нам нужно купаться, кушать. И, в общем, монтировать видео для вас. Закончим, наверное, наш вложик на сегодня, да? Пойду в машину. Ну и будем покупочки всякие, девайс с вами делать. Все, к чему я подготовилась. Все, пока. Люблю вас. Впервые я, по-моему, это сказала. Я люблю вас. И с наступающим так клево. Смотрите, я не могу. Они так умеют это делать. Пока. Пока.